Следующий раздел нашего разговора называется «Империя мормонов». Я не случайно использую именно такой термин, потому что с самых первых десятилетий существования мормонской церкви, и руководители видели себя царями и стремились сделать свою религию всемирной. Джозеф Смит, основатель учения мормонов, незадолго до своей гибели, 12 мая 1844 года, говорил «Я рассчитываю быть одним из орудий установления Словом Божьим царства Даниила, и я намереваюсь положить основание, которое перевернет весь мир». Джон Тейлор, третий президент мормонской церкви, говорил «Мы верим в это и честно признаемся, что это то царство, которое Господь начал устанавливать на земле, и что оно будет править всеми народами не только в плане религии, но и в политическом плане». Вплоть до 60-х годов нашего столетия эти планы оставались неизбыточными. В основном мормонская жизнь, существование мормонской церкви протекало на очень небольшом участке земной территории, в штате Юта, и церковь мормонов была отделена от человечества пустынями и скалистыми горами. Однако в начале 60-х годов эта завица рухнула, и на неподготовленный мир вылилась целая лавина мормонских миссионеров и самого мормонского учения. И так получилось, что ни христиане, ни человечество в целом к этой встрече готовы не были. В наши дни церковь мормонов уже не говорит так откровенно о своих политических амбициях, тем не менее во многих моментах мормонам удалось завоевать ключевые позиции в экономической, политической и прочих сферах жизни нашего мира. На самом деле это тем более удивительно, что мормонов в нашем мире не так уж много. Всего 15 миллионов на фоне нескольких миллиардов населения Земли, и тем не менее во многих ключевых позициях мормоны как раз очень серьезно отметились. Более того, политические и экономические успехи мормонской церкви в последние годы настолько очевидны, что появилась целая теория о том, что существует некий тайный заговор мормонов в целью захвата национального и мирового господства. Скорее всего за этими слухами, конечно, ничего не стоит, тем не менее они постоянно возникают. Особенно любят об этом поговорить в России, потому что у нас теории заговора вообще очень любят. И, к сожалению, сами мормоны способствуют тому, чтобы такие слухи появлялись. Несколько лет назад, где-то в начале 2000-х годов, если не ошибаюсь, случился такой казус, что двух мормонских миссионеров поймали неподалеку от какой-то секретной военной базы здесь в России и сразу заговорили о том, что вот мормонская церковь – это некое тайное орудие ЦРУ, которое используется для сбора шпионской информации по всему миру. Опять же, церковь мормонов не занимается этим в принципе, это религиозная организация, но тем не менее постоянно разговоры о том, что мормоны – это некая новая масонская ложа, которая пытается захватить власть над всем миром, они постоянно существуют. Итак, первая сторона этой империи заключается в следующем – политическая империя, политическая жизнь мормонской церкви. Большинство мормонов традиционно принадлежит к числу приверженцев республиканской партии США. Сама эта партия своим существованием обязана одному из влиятельных мормонов, жившему в начале 20 века, сенатор Соединенных Штатов по имени Рид Смут. Именно он сумел объединить и сплотить вокруг себя последователей республиканской партии. В последние четыре десятилетия огромное число правительственных чиновников Соединенных Штатов на всех уровнях власти были мормонами. В 1983 году в официальном церковном ежегоднике был приведен список мормонов, которые в то время занимали высшие должности в правительстве США. Там числились семь членов кабинета министров, четыре члена комиссии кабинета министров, четыре посла, двенадцать сенаторов и тридцать три члена палаты представителей. Влияние мормонов настолько остро чувствовалось в политике, что в свое время двое сенаторов мормонов даже сумели помочь церкви мунистов, церкви объединения проникнуть в Соединенные Штаты Америки, когда у них возникли проблемы с принятием на американской земле. Особенно теплые отношения у мормонов сложились с президентом Соединенных Штатов, которого звали Рональд Рейган. За Рейгана в 1984 году проголосовало 85% членов мормонской церкви. Вот что об этом пишет один из помощников Рейгана на посту президента. Рональд Рейган поистине восхищался святыми последних дней. В его администрации было больше членов церкви, чем у любого другого американского президента за всю историю. Мы втроем, Дэвид Фишер, Грегори Ньюэлл и я, состояли в его личном штате в Белом доме. Нынешний апостол Ричард Вирклин был его главным стратегом. Тед Белл был министром образования. Анжела Бьюкенен – казначеем, Рекс Ли – генеральным прокурором. При нем в Белом доме работали Роджер Портер, Брэнд Скаукрофт, Ричард Билл, Блейк Перриш, Джон Хансман-младший, Доди Боруб и Рокки Конин. Кроме того, в его администрации работали и многие другие святые последних дней. Президент Томас Монсон, нынешний 16-й по счету президент всей мормонской церкви, состоял в президентской комиссии по волонтерской деятельности. Другие служили послами. Сенаторы и представители числа святых последних дней были в особом почете. А табернакальный хор был почетным гостем на церемонии его инаугурации. Инаугурация президентской. В 1987 году президент Рейган послал личные поздравления церкви мормонов в связи со 150-летием ее деятельности в Англии. И в одном из своих писем он писал «Я так уважаю вашу церковь. Хоть я и не мормон, я очень уважаю ваши мормонские ценности». В 2004 году 15-й президент мормонской церкви Гордон Хинклин, ныне покойный, был награжден в Белом доме почетной медалью Конгресса за свои заслуги в своей общественной деятельности. Большое количество мормонов, которые работают в государственных структурах Соединенных Штатов, отчасти объясняется тем, что уже устроившиеся члены церкви при поддержке руководства помогают найти работу своим единоверцам. Высокопоставленные члены церкви предпринимают сознательные усилия для того, чтобы завоевать расположение других влиятельных людей и переломить стереотип в пользу своей церкви, то есть расположить людей к церкви мормонов. Удивительный факт, очень много мормонов находится в штате Центрального разведывательного управления, что опять же подогревает слухи о том, что мормонская церковь является неким орудием разведки американской. Эта связь во многом была установлена благодаря одному из нынешних апостолов мормонов, которого зовут Нил Максвелл, который сам в прошлом был одним из сотрудников Центрального разведывательного управления. Епископ мормонской церкви по имени Джефф Уиллис, который занимал пост директора ЦРУ по кадрам, говорил о том, что ЦРУ предпочитает вернувшихся с миссии мормонов всем другим кандидатам. Здесь очень важно иметь в виду, почему это происходит. Еще раз, как я уже говорил, мормонская церковь не является официальным отделением Центрального разведывательного управления. Однако, когда мормоны посылают своих миссионеров по всем странам мира, перед тем, как поехать в какую-то страну, мормоны получают очень серьезную подготовку. Они изучают язык, они изучают культуру, они изучают особенности той страны, куда они поедут. Потом они два года проводят в этой стране, общаясь с людьми. И когда человек возвращается обратно из какой-то страны на родину, в Америку в частности, он на самом деле является готовым потенциальным сотрудником для разведывательных или дипломатических служб. И поэтому, по сути дела, ЦРУ действительно предпочитает вернувшихся миссионеров всем остальным кандидатам, потому что эти люди уже готовы сотрудники для их иностранных служб. По сведениям, собранным очень известными христианами, которые изучают деятельность мормонтской церкви, супругами Джеральдом и Сандрой Таннер, одна из фирм американских, которая называется Малин и Компани, которая занимается общественными связями мормонтской церкви, в течение долгого времени, в 70-х годах, использовалась ЦРУ как прикрытие для их международной и прочей деятельности. В том числе, в ходе печально знаменитого Уотергейта, фирма, которая до сих пор существует и занимается общественными связями в мормонтской церкви. Еще одна очень известная организация американская, ФБР, Федеральное бюро расследований, тоже охотно принимает мормонов в свои ряды. Один из легендарных инспекторов Чикагского отделения ФБР в 30-е годы, который занимался поиском и ловлей знаменитых бандитов, в том числе Джона Диллинджера, звали этого человека Сэм Коули, он тоже был членом мормонтской церкви. С течением времени процент членов мормонтской церкви в рядах ФБР неуклонно возвращал. С течением времени число членов мормонтской церкви в рядах ФБР неуклонно возрастало. В 1985 году в Калифорнии был арестован агент Федерального бюро расследования Ричард Миллер, которого обвиняли в шпионаже в пользу России. В ходе следствия в Лос-Анджелесском отделении ФБР разразился скандал по поводу того, что при наеме на работу отдавалось предпочтение как раз кандидатам из числа мормонтской церкви, потому что начальником отделения был епископ мормонтской церкви по имени Ричард Бретсинг. И в ходе этого расследования Бретсинг был вынужден выступить с официальным заявлением, в котором он признал, что сотни агентов ФБР, сотни сотрудников этой организации являются членами церкви. После 2001 года, после теракта, когда были разрушены две башни Всемирного торгового центра, в отношениях между церковью и ФБР начался новый виток отношений, потому что бюро расследования решило обновить полностью свою компьютерную систему. И для того, чтобы это сделать, они обратились как раз к специалистам одной из фирм, которые являются мормонами. Более того, эта фирма не просто содержится мормонами, не просто является некой частной компанией, принадлежащим мормоном, но это та самая компания, которая обслуживает компьютеры мормонтской церкви, на которой хранится вся генеалогическая информация этой церкви. Генеалогическая работа является одной из принципиальных сторон жизни этой организации. 10 июля 2002 года в ходе масштабной реорганизации структуры ФБР на должность главного представителя по связям с прессой был приглашен человек по имени Дарвин Джон, руководитель отдела информационных технологий и связи с общественностью церкви мормонов. Еще одна сторона жизни церкви мормонов – это их отношение к армии. Официально церковь мормонов против войны. Они не любят воевать, как большинство людей. Тем не менее, мормоны всегда служили, служат и будут служить в армии. Они относятся достаточно хорошо к тому, что мормоны проходят военную службу. Десятки тысяч членов церкви всегда служили в армии. И удивительно, что во время Второй мировой войны мормоны даже оказывались по разные стороны баррикад. То есть, немецкие мормоны оказывались на стороне фашистов и нацистов, а, соответственно, американские, английские и прочие мормоны оказывались на стороне союзных сил. Церковь всячески пытается поддерживать авторитет вооруженных сил среди своих членов. И в 1941 году они создали специальный комитет, который занимается как раз этим делом. Военнослужащих мормонов снабжают специальной литературой и предоставляют им возможность участвовать в церковных обрядах, где бы они находились по всему миру. Священники мормонов служат капелланами в армии Соединенных Штатов. И армейская среда считается замечательной средой для миссионерской деятельности. Очень много мормонов в среде американского высшего военного начальства. С 1968 года в Мормонском университете Бригема Янга существует одна из крупнейших в Америке программ подготовки офицеров запаса. Соответственно, те люди, которые готовятся, они потом, вырастая по административной лестнице, могут добраться до очень высоких постов. После терактов 11 сентября 2001 года американская армия начала целенаправленно привлекать бывших миссионеров Мормонской церкви в подразделения разведки и военного перевода. В еще одной американской организации, которая называется НАСА, организации, которая занимается космическими исследованиями и полетами в космос, тоже мормоны всегда были представлены очень серьезно. С 1971 по 1977 год директором этой организации был верный мормон доктор Джеймс Флетчер. С 1999 по 2003 год программу Space Shuttle возглавлял мормон по имени Рональд Дитамор, который подал в отставку после того, как потерпел крушение челнок Колумбия. Огромных успехов мормоны добились дипломатии. Во многом они были обязаны этим одному человеку, которого звали Дэвид Кеннеди, особый консультант церкви по дипломатическим вопросам. Удивительно, что при помощи этого человека, благодаря его усилиям, в годы Холодной войны они сумели добиться признания в таких странах, как Португалия, Малайзия, Шри-Ланка и Польша, куда церковь раньше не допускали. А самый удивительный факт был в том, что еще при советском режиме, еще в годы Холодной войны, они получили разрешение построить церковь в Восточной Германии. То есть за железным занавесом. Когда решался вопрос о строительстве центра университета Бригема Янга в Израиле, в Иерусалиме, письмо к израильским руководителям подписали 154 сенатора США. Как вы знаете, у Израиля есть определенное предубеждение против того, чтобы не иудейские организации активно работали на территории страны. Для того, чтобы добиться разрешения построить такой центр, письмо подписали 154 сенатора Соединенных Штатов. Сегодня, если вы побываете в Иерусалиме, то центр мормонов находится на совершенно замечательной точке. На Масличной горе, над старым городом Иерусалимом, буквально на одной из самых высших точек, стоит огромное здание. И если вы подниметесь на башню Давида, там с этой башни открывается замечательный вид, и там лежат такие схемы, которые обозначают, что вы видите на горизонте, какие видовые моменты, на них нужно обратить внимание. И центр университета именно Бригема Янга, он там обозначен на вот этих планах. То есть любой турист, он обращает внимание на то, что там происходит. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Итак, это политическая жизнь мормонской церкви. Экономическая жизнь мормонской церкви. Церковь мормонов никогда не публикует официального отчета о своей экономической деятельности, о своих доходах. Однако, по данным журнала Time, в августе 1997 года церковь мормонов владела не меньше, чем 30 миллиардами долларов. А ее воловой доход составлял 5,9 миллиарда долларов. Если бы церковь мормонов оказалась в списке самых влиятельных компаний мира, которые составляет журнал Forbes, она оказалась бы чуть ниже, чем химический гигант под названием Union Carbite, чуть выше, чем компания по производству спортивной одежды обуви Nike и цепь магазинов по продаже готовой одежды G. Вложения церкви в землю и ценные бумаги оценивались в 11 миллиардов долларов, а доход, получаемый церквью от инвестиций, в 600 миллионов долларов. Учитывая, что многие богатейшие люди Америки являются членами мормонской церкви, и учитывая, что каждый мормон обязательно должен отчислять 10% дохода в пользу церкви, там 10% является обязательной для того, чтобы человек мог рассчитывать на то, чтобы стать богом впоследствии, соответственно, доходы от 10% у мормонской церкви тоже очень значительны. Очень важный в этом свете факт то, что к числу членов мормонской церкви принадлежат члены семьи Мэриот. Вам, наверное, знакомо такое название отели Мэриот, которые существуют по всей территории земного шара. В частности, они есть в Москве и в Питере, по-моему, тоже. Вся семья владельцев этих отелей принадлежит мормонской церкви. Миллиардер Роджер Сент, один из основателей энергетической компании AES. Джим Джанарт, глава производителя солнечных очков Oakley Inc. Дэвид Хубер, владелец компании волоконно-оптического оборудования Corvus. И многие другие миллионеры и миллиардеры тоже являются членами мормонской церкви. Помимо того, что среди членов мормонской церкви есть много людей, которые финансово-экономически активны, сама мормонская церковь активно вкладывает деньги в другие финансовые корпорации. Вот небольшой список компаний, в которые мормонская церковь вкладывала деньги. То есть, часть акций этих корпораций принадлежит мормонской церкви. Это компания Black & Decker, которая занимается изготовлением строительного оборудования. Dell Computer, i-Link, Novel, i-Omega, New Skin, компания производства косметики. Помимо того, что церковь вкладывает какую-то сумму денег в акции других корпораций, есть компании, которые полностью принадлежат церкви и управляются ее представителями. В числе этих корпораций фирма, которая владеет большей частью недвижимости в Salt Lake City, крупнейшая сеть универмагов в штате Юта, крупнейший производитель орехов в Соединенных Штатах Америки, финансово-страховая компания Beneficial Financial Group, компания, которая называется Farmland Reserve Incorporated, она владеет двумя огромными ранчо в штатах Небраска и Флорида, и компания Hawaii Reserve Incorporated, которая владеет недвижимостью на Гавайях. В течение долгого времени ходят слухи о том, что компания Coca-Cola является мормонской компанией, что у мормонов туда вложены большие деньги, и поэтому в какое-то время христиане даже призывали не вкладывать деньги в Coca-Cola, не покупать продукцию этой компании, чтобы не спонсировать мормонскую церковь. Честно говоря, до сих пор у меня нет ни одного доказательства того, что мормоны когда-либо вкладывали деньги в компанию Coca-Cola, то в принципе это было бы немного странно, потому что мормон активно выступает против употребления кофе, чая и любых кофеиносодержащих продуктов, то есть Coca-Cola попадает в число запрещенных к употреблению напитков. Если бы они вкладывали туда деньги, это был бы большой скандал для мормонской церкви, но до сих пор пока никаких подтверждений этого факта я не видел. Помимо того, что церковь мормонов вкладывает деньги, получает большой доход с этих вложений, она еще использует труд многочисленных добровольцев, тем самым экономия на расходах. В 1995 году, например, в церкви работало 96,5 тысяч добровольных сотрудников на разных постах, для чего экономия составила 360 миллионов долларов. По сути дела, в Америке нет другой настолько же экономически активной церкви, как церковь мормонов, и ни одна другая американская церковь не имеет такого дохода на душу населения, на одного конкретного человека. Финансы, которые церковь мормонов получает от всех этих вложений и от десятин, расходуются на следующие цели. Строительство и поддержание в порядке церковных зданий и сооружений, благотворительность и гуманитарная помощь, миссионерские, образовательные и общественные программы, реклама церкви в средствах массовой информации. На самом деле у мормонов очень серьезная гуманитарная программа, о которой мы с вами поговорим немножко позже. Тем не менее, просто вот одна цифра, которая помогает посмотреть на эту программу в немножко более объективном свете. За 12 лет с 1985 по 2007 год церковь мормонов потратила на материальную гуманитарную помощь людям в 163 странах мира 705 миллионов долларов. Большая сумма. Но в то же самое время только в один амбициозный проект перестройки храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, то есть там, где находится их самый главный храм, где находится административный комплекс, вкладывает более миллиарда долларов. То есть 705 миллионов за 12 лет гуманитарная помощь людям в 163 странах мира и при этом на один строительный проект в центре Солт-Лейк-Сити они грохают более миллиарда долларов. Просто для того, чтобы эти вещи, они выглядели более объективно. Солт-Лейк-Сити Солт-Лейк-Сити